Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Рашадов, Осьминог Бесконечности! И сегодня у нас итоговая лекция по тем вопросам, которые мы недавно разбирали. Действительно, мы поработали достаточно много различных тем, разобрали историю, философию, но надо теперь выяснить, что же из этого следует. Что вообще значит все, что мы вот это вот разобрали? Было очень много лекций, очень много различных направлений, давайте каким-нибудь образом это систематизируем непосредственно, чтобы, в общем-то, не оставалось такой вот пустоты. Ну, изучили мы кучу мнений и изучили. Что с этого-то? Вывод в данном случае достаточно прост. Философия многогранна. И если судить по моему определению, ну то есть мое определение гласит, что философия это продуктивное мышление само по себе. Мы не можем свести философию к каким-то отдельным группам мнений, там, Платона, платоников, там, не знаю, христианских философов. Это все как бы история философии, ну, в принципе, да, она действительно считается как бы философией, ее изучают. Но история философии включает в себя настолько разнородные идеи, что как-то по-иному определить философию, кроме, ну, просто мышления, просто мышления само по себе, продуктивное мышление, которое выделяет из себя, например, науку. Мы это тоже с вами разбирали. Выделяет из себя искусство тоже и различные эстетические концепции и так далее, так далее, так далее. Мы не можем по-другому определить философию. Вот в чем заключается проблема. Философия порождает как религии, так и научные направления, и это, в принципе, было показано мной на протяжении уже многих видео. Так вот, если судить по этому моему определению, она и есть продуктивное мышление. Впрочем, мы могли заметить, что развитие философии происходит в рамках определенных тенденций. Ну, то есть, проще говоря, позиция Гегеля, она не является полностью оригинальной. Она помещена в тенденцию западной философской традиции. Например, например, так. Либо научное мышление, как таковое, оно тоже не уникальное, оно тоже помещено в рамки вот этой вот западной философской традиции. То есть, есть определенные тенденции, которые сужают спектр возможных ответов на вопросы. И вот эти вот тенденции, они как раз формируют развитие философии. Притом, на каждом новом уровне количество, качество новых элементов, оно именно уменьшается, а не растет. Конечно, происходит развитие учений, учений становится все больше. Да, это действительно так. Учений становится очень много, и в современности очень много учений. Но при этом, те темы, которым эти учения посвящены, значительно уже, чем было в древности. Это я тоже сейчас попытаюсь вам показать. Да, то есть, происходит развитие старых учений все еще и так далее, и так далее, и так далее. Но все это происходит по такому вот конусу вверх. Периодически философия отбрасывает продуктивные концепты, которые противоречат основным тенденциям. Мы попробуем поразмыслить над философией и понять природу ее становления. Также обращая внимание на то, как мнения в ней формируются и развиваются. Вот. Вот наша задача на ближайший час. Так. Философия – это продуктивное мышление. Что же может появиться из этого продуктивного мышления, действительно очень и очень интересно. Давайте разберем более подробно то, что мы уже разбирали в течение всех лекций непосредственно западную философию. Вот у нас продуктивное мышление. Оно на самом деле огромное. Вот этот вот маленький-маленький на самом деле треугольничек западной философии в реальной схеме был бы такой маленькой иголочкой. Маленькой иголочкой на гигантских просторах продуктивного мышления, который может породить и западную философию, и восточную, и южную, и космическую философию. Не важно. То есть здесь совершенно не важно термином философии. Мы можем описывать совершенно любые взгляды совершенно любых существ. Я сейчас не буду настаивать, что существуют инопланетяне, но допустим, если у инопланетян будут какие-то взгляды, они будут определенно включаться вот в эту философскую схему. То есть мы сможем включить их в философскую схему продуктивного мышления и сказать, да, у инопланетян есть продуктивное мышление, а значит есть философия. Так вот, ну мы разберем сейчас земную такую традицию классической истории философии. У нас есть западная история философии. Она делится на античную философию. В античной философии мы наблюдаем колоссальное развитие множества философских школ. Все эти философские школы занимаются разными проблематиками. От натур философии до этики, эстетики, разработки логики, сопротивления этой логики. То есть есть учения, которые просто противоречат логике. Математика отдельно, империзм отдельно. Все друг с другом спорят, все находятся раздельно. Очень разное проблемное поле. И очень много конфликтов на этой базе. Плюралистическая система лежит в основании. То есть у нас из продуктивного мышления появляется огромное количество различных школ, которые спорят друг с другом. На этапе античной философии. Да, действительно. То же самое мы будем наблюдать и на этапах ранних, всех других эпох, в древности. То есть у нас будет появляться множество школ, множество философских позиций, которые будут друг с другом спорить. Так, причем заметим, внутри античной философии есть тоже свое деление. Сначала идут очень разнообразные досократики. Каждый из которых пытался создать свою систему. Да, на базе натруфилософии. Но, судя по всему, эта натруфилософия включала в себя и этику, и эстетику, и даже некоторые практически завещания, так скажем. У нас, например, есть Гераклит, который пытался вылечить водянку с помощью иссушения, так скажем. Да, он обмазал себя навозом, вышел на солнце и решил таким образом вылечиться от водянки. Но у него не получилось, он, к сожалению, умер. Но, как бы мы видим, что он попытался использовать свою теорию о сухости, о влажности, о том, что все есть огонь. В общем-то, таким вот немножко странным образом, ну и на опыте у него не получилось, в общем-то, выжить, к сожалению. Вот у нас есть широкий тоже, широкий спектр таких учений внутри античной философии. Потом у нас появляется Сократ и постсократическая философия, которая уже вся немножко все-таки зависит от Сократа, так или иначе. Но там есть очень такие странные ответвления в духе скептицизма, античный скептицизм, он выдающийся определенно. А также у нас есть определенные такие вот отделения в этой философии, классические уже, так скажем, которые сопротивляются основным тенденциям вроде платонизма, перипатетизма, стоицизма и эпикуризма. Вот у нас четыре основные школы, вот они, вот я перечислил, они продолжат развиваться дальше уже в античной философии, а другие так или иначе отпадут. То есть мы видим, постепенно сужается проблемное поле и постепенно сужается количество учений. Но увеличивается количество философов, количество мыслителей внутри этих учений. То есть количественно, если мы будем изображать философию, это будет наоборот, это будет не вот такая вот пирамида, которая идет вверх острием, она наоборот будет острием вниз торчать. И будет все больше и больше философов. Но у нас сейчас критерий разбора немножко другой. Мы сейчас рассматриваем количество качественно отличающихся друг от друга учений. И в античной философии их было больше, чем в других эпохах. Средневековье. Средневековье, ну да, да, оно сузилось. У нас осталось только христианство. Христианство включало в себя платонический подход и перипатетический. Ну то есть вследствие развития там действительно развились вот эти вот два подхода. Плюс ко всему эмпирический подход, по-моему, начал развиваться вполне самостоятельно. То есть независимо от античной философии. Ну потому что преимущественно философы в Средневековье опирались на платонизм. А из платонизма, ну вот совсем никак не следует непосредственно эмпирическая философия. Ну также, конечно, не стоит забывать о ссылках средневековых философов на философов арабских. То есть вот эта вот ближневосточная философия, ближневосточный перипатетизм, который тоже включал в себя эмпиризм и логику. И математику даже. То есть там была такая своеобразная смесь. В общем, да, постепенно мы встречаемся с тем, что у нас сужается количество тем, обсуждаемых внутри философии. И средневековая философия продолжает эту тенденцию. Из античной философии она берет христианство, платонизм, перипатетизм. А христианство набирает там по мелочам у различных философских учений, всевозможные практики и догмы, положения определенные. Ну, например, исповедь та же пришла из античных философских школ. Исповедь была у пикурейцев. То есть у тех самых плохих гедонистов, которых христиане убили, они взяли у них исповедь. Ну, бывает, бывает, почему бы и нет. Собственно, после средневековья у нас идет следующее сужение. Это эпоха возрождения. Многие скажут, что это величайший рассвет философии. Ну, то есть можно было бы сказать, что средневековье это наоборот упадок, это наоборот все плохо стало в средневековье. Там очень резко сузилось количество тем, а вот возрождение, оно расширилось. Фактически нет. К сожалению, фактически нет. Мы встречаемся с подавляющим числом очень похожих друг на друга мыслителей, которые размышляют в рамках гуманизма, по сути. Вот у нас и получается такая довольно-таки однонаправленная гуманистическая философия, которая, ну, в принципе, основывается во многом на христианстве и немного берет тоже из античной философии. То есть получается у нас опять очередное сужение темы. Определенная специализация постепенно происходит у философов. И это действительно, действительно наблюдается. То есть я, например, не могу сказать, что в эпохе возрождения мы встречаемся с колоссальным количеством совершенно уникальных учений, которых не было в средние века. В средние века просто были очень разнообразными. Вот, к сожалению, для многих людей, которые придерживаются обратной точки зрения, они, к сожалению, в средние века были крайне разнообразными. Это не просто прочитать Библию и сказать «Бог есть». Это значительно большее количество концептов, большее количество подходов, и разбирались более основательные теории, вроде теории, в общем-то, спора номинализма, универсализма и так далее, и так далее, и так далее. Средневековье очень многообразное. И в отношении того, что такое вообще Бог, ну, это, в принципе, было непонятно. Средневековым мыслителем, они это разбирали многочисленными путями. И даже давайте в науку, ну, просто окунемся в науку. У нас был Николай Арем, который открыл, в общем-то, теорию относительности, как таковую, именно не Нинштейновскую, а Галилеевскую, задолго до Галилея. Он, по сути, предположил, что нам не важно, что вокруг чего вращается. Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Это не принципиально важный, в общем-то, вопрос. Мы можем создать такую математическую систему, в которой Земля будет вращаться вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. То есть, в данном случае, все будет зависеть исключительно от наблюдателя. Ну, то есть, и постепенно мы видим, что Николай Арем уже, уже подразумевал, что имеется три позиции. Его собственная позиция, позиция гелиоцентризма и позиция геоцентризма. Вот и все. Как бы у него было более широкое поле для определения того, что вокруг чего вращается. Коперник уже сузил эту проблематику буквально до одного варианта. И, в принципе, впоследствии в науке все остальные были отброшены или частично отброшены. Теория относительности галереи все-таки, ну, редко как бы вспоминается такими вот учеными, которые пытаются, в общем-то, описать вращение планет вокруг Земли или Солнца. Неважно. Математически можно, считают ученые, но на самом деле-то, на самом деле, на самом деле, на самом деле, именно Земля вращается вокруг Солнца. Ученые уверены. И люди, которые следуют научным теориям, тоже в этом уверены. То есть, опять проблематика сузилась, как видите, из трех позиций возникла одна. И это мы наблюдаем во многих, в общем-то, вот этих вот ступеньках, которые мы сейчас видим. Продолжаем. После возрождения у нас новое время. Новое время во многом отбросило те самые, в общем-то, антологические вопросы, вопросы метафизики. Вопросы метафизики отошли на второй план. Да, Кортезий действительно занимался метафизикой, но она была вторична, она стала вторична, так скажем. У нас на первый план выходит теория познания. Все мыслители нового времени начинают заниматься именно теорией познания. И все учения, которые вот возникают, это по преимуществу учения теории познания. Философия опять сузилась. Причем, заметим, что мыслители нового времени, они не такие уж разношерстные, атеисты какие-нибудь. Нет. Это, наоборот, люди, довольно-таки, по большей части верующие, так или иначе. Если Кортезий воспроизводит в своем учении такую своеобразную схоластику, немного измененную, с вещью мыслящей и вещью протяженной, то есть у нас есть и бог здесь, и души есть, и есть, в общем-то, обычные вещи, предметы, которые протяженные. Это вполне такое схоластическое учение, которое основывается в том числе на латинских терминах. И, в общем-то, он, по сути, взял тоже, сузил проблематику средних веков и учел опыт критики средневековья возрождением. Да. Ну и, в принципе, как мы видим, у нас в новое время очень мало мыслителей, которые, ну, прямо бы сильно выходили за пределы вот этой вот тенденции, стремлению к теории познания. И из этого мы, опять же, делаем вывод, что произошло очередное сужение, в общем-то, терминов и позиций, и концепций, и методов, и так далее, и так далее, и так далее. А школы, то есть, если у нас в античной философии было множество абсолютно раздельных школ, плюралистично разбросанных по всей Греции в Средневековье, все становится уже. Возрождение еще уже, и школы как бы пропадают, у нас появляются какие-то гуманисты, гуманисты, которые на самом деле школу-то не особо собирали. Были и эпикурейцы возрождения, конечно, своеобразные, были и платоники, платонисты своеобразные, да, действительно были. Но новых школ философских, именно вот прямо вот таких вот, чтобы школы и школы, они прямо разительно отличались от всего, что было в Возрождении, уже такого нет. В новое время тоже такого нет. Да, есть кортезианцы, но кортезианцы уже тоже в некоторой узости воспринимают свой вот этот вот предмет, свои методы, все довольно-таки уже сужено. И кортезий, он не суперноватор, это не супербольшой новатор, он действительно берет много из философии Средневековья. То есть его трактовки, они довольно-таки средневековы, это схоластика, это вполне так себе рационализированная схоластика, в которой он и работал. Его рационализм мало чем отличается от какого-нибудь томизма. Ну, включает в себя математику, конечно, в очень большом размере. Включает в себя идеализацию, ну, томизм тоже включает. Трудно сказать, конечно, что они сопоставимы, одинаковы полностью, но колоссальной разницы между ними нет. И чувствуется преемственность. То есть мы видим, что на каждом уровне ступени чувствуется преемственность, которая в рамках тенденций сужает вообще проблематическое поле. То есть меньше становится оригинальных концепций и больше концепций в рамках той или иной тенденции. Философия становится постепенно тенденциозной. То есть если у нас в начале из продуктивного мышления в античной философии появляется некое множество, спонтанное множество различных концепций, то в итоге все постепенно сужается. И уровень спонтанности тоже постепенно сужается. Становится все больше требований, все больше текста, все больше ссылок. И это практически неминуемо ведет к сужению проблемного поля. Что дальше? Эпоха просвещения. Эпоха просвещения вообще крайне узкая, честно говоря. Уже, наверное, но ты не придумываешь. Что делали мыслители просвещения? Они, в общем-то, прославляли науку. А наука у нас, кстати, начинает свое движение в эпоху нового времени. Непосредственно научные методики, они появляются в новое время и постепенно догматизируются. И в эпохе просвещения они уже как бы считаются само собой разумеющимися. Опять же, проблемное поле внутри науки тоже сузилось. Если у нас в начале нового времени мыслители научные, они все еще мыслители, они все еще философы. Они сами себя называют философами. Они занимаются философскими проблемами. И все вот эти вот ученые, вроде Галилея, Ньютона и прочих-прочих-прочих, они занимаются вообще всем, чем только могут. Это не узкоспециализированные, это не частные ученые. Они просто берут и занимаются всем. Всем, что им доступно, они берут и занимаются. Очень широко, очень. Да, и со временем таких мыслителей, которые занимаются сразу всем, становится все меньше и меньше. Постепенно происходит сужение проблемного поля и все. Постепенно образуется такой же треугольник даже в рамках науки. И просвещение это одна из ступеней вот такой вот догматизации, сужения, тенденциозности. Впрочем, я бы, например, заметил, что следующая эпоха, XIX век, наоборот, немного расширила проблемы прошлого и очень критически обратилась к ним. Ну, давайте вот так, наверное, выделим. А средневековье отрицает античность, причем в некоторой степени. Не полностью, но в некоторой степени отрицает. Собственно, срезались многие учения вроде киренайков и, не знаю, пикурейцы исчезли. И многие-многие-многие другие скептики исчезли вообще. Со скептиками тоже плохо было. А после у нас идет такая триада. Просвещение, новое время, возрождение. Эта триада, она тоже образуется, с одной стороны, на базе средневековья, а с другой стороны, через отрицание этого средневековья. А XIX век, философия XIX века, это уже, с одной стороны, это пик философии нового времени, с одной стороны, то есть многие тенденции, которые находят свое начало в новое время, они в XIX веке развиваются, испытывают невероятный рассвет. А с другой стороны, конец XIX века, это просто фантастическое феерия отрицания вообще всего, что было до этого, включая античную философию. Причем, давайте заметим, что это расширение происходит не только за счет того, что мыслители сами к этому пришли. А мыслители XIX века нередко уже начинают апеллировать к переведенным текстам индийских мыслителей. Например, тот же Шопенгауэр. Шопенгауэр, за ним его ученик Ницше и так далее, так далее, так далее. У нас вот эта вот традиция иррационализма, отрицание науки, иррациональности, логики и так далее, так далее, так далее, вырастает из вот этой вот философии XIX века, из тех мыслителей, которые апеллировали к другой вообще совершенно традиции, к индийской школе, к индийской мысли, к индийскому такому же треугольничку получается. То есть, да, может быть, я вот здесь бы сказал, что имеется некое исключение. Сужение проблемного поля превращается в расширение проблемного поля, и образуются различные позиции, сходные даже с античными, появляются своеобразные софисты, отрицатели философии стандартной, отрицатели логики, которая вот была вот прям вот вообще догмой, догмой, которую нельзя никак было опровергнуть, начиная уже с нового времени, вот прям логика, математика и так далее, так далее, так далее. Но потом наступает современность, XX век, и в XX веке проблемное поле сужается дальше, но уже на базисе XIX века. То есть XIX век, он породил множество невероятных учений, невероятных концепций, но эти невероятные концепции вылились в итоге как раз в большую удость. То есть философы вообще перестали быть теми мыслителями, которые разбирают общие положения, и без этих общих положений они, в общем-то, стали частными авторами, которые пишут эссе на какие-то странные темы, ну, то есть странные для философии. Философия обычно касается общего, всего, а тут нет, тут какой-нибудь Барт разбирает мифологию, например. Или какой-нибудь Хайдеггер сосредоточивается вдруг внезапно на бытие именно человека, не на бытие в общем, а на бытие конкретного человека. Ну, в частности, на бытие самого себя. И это довольно-таки тоже странно для философии прошлых веков. И много таких примеров, когда философы полностью переключаются на частные случаи. У нас в современности, наверное, у кого есть такая вот массивная онтологическая система, наверное, у Гартмана. Известный философ Гартман. Вот у него, да, интересная такая система, но мы ее, к сожалению, не рассматривали. А вот у многих других известных философов современности нет своей полноценной философской системы. Даже Гуссерль не имеет, в общем-то, этой такой гигантской философской системы, как, например, у Гегеля. У Гегеля есть тексты. Феноменология духа, наука логики, много исторических трактатов, политические трактаты. И все это увязывается в одну систему через диалектическую логику и так далее, и так далее, и так далее. Это просто колоссальная система, включающая в себя спектр всех наук без исключения, включая физику, химию, биологию и так далее, и так далее, и так далее тоже, понимаете? То есть Гегель все это учитывает. Он, конечно, не во всем профессионал, он не все это умеет, не во всем знает, опять с плюсом, но он все это учитывает, так или иначе объясняет, апеллирует и работает. И получается громадная система, описанная по одним и тем же принципам. В современности нет ни одного мыслителя, который подходил бы к проблеме так же основательно и так же общее. Из феноменологии, у Гегеля есть феноменология духа, а в современности есть целое течение, которое просто называется феноменология. И у нас Гусарль есть, который занимается только феноменологией, он только исследует проблему феноменов. Рассчитывая, что впоследствии когда-нибудь она станет дисциплиной строжайшей наукой, на базе которой мы сможем делать вполне обоснованные утверждения. То есть он занимается, вот эта большая, невероятная, сложная феноменология, она занимается вот таким вот узеньким, маленьким проблемным полем, которое может уместиться вот буквально в феноменологии духа Гегеля, вот буквально на несколько страничек, понимаете в чем дело? Феноменология духа Гегеля это совершенно другой проект, это проект развития духа в течение всей истории. То есть это сразу уже феноменология духа Гегеля как текст, это очень широкая тоже проблема на самом деле. Это очень большой широкий проблемный текст. А феноменология Гусарля наоборот очень узко проблемное дело такое, такая деятельность. Это так вот достигнуть очевидности таким методом тыкания иголкой предмет, вещь, попробовать удалить вещи с помощью специальных хирургических редукций. Все вот эти вот наслоения лишние сняются вот этой с одной вещи с помощью созерцания и редукции. Все слои вот этих вот всяких наслоений идейных, эмпирических и так далее, так далее, так далее. И увидите вещь саму по себе такую, как она есть. Это очень узко на самом деле. Это же действительно настолько он сузил проблему феноменологии, что вот буквально уместил ее на игольные кончики по сути. Это, кстати, это не критика Гусарля, это просто у него метод такой, такой подход, подход от частного. У Гегеля же был наоборот подход от общего. Ну и конечно же, что у нас будет в будущем, мы определенно не знаем. Это может быть будет пик, то есть будет еще дальше сужение идти, больше частных авторов, больше таких работ эсоистических. Это мы в современности, конечно, наблюдаем. То есть проблематики стали еще уже. На этот раз у нас нет в современности, в 21 веке, у нас нет своих шеллеров. Шеллер, который занимался проблемой антропологии вообще, всей антропологии в целом. Заметьте, да, в 19 веке у нас есть мыслители, которые занимаются вообще всем. А в современности у нас есть мыслители, которые занимаются антропологией в целом. То есть учение о человеке вообще. А в 21 веке у нас уже аналитические мыслители и другие континентальные мыслители. Чем они занимаются? Они занимаются частными сферами внутри вот этих дисциплин. То есть у нас современный антрополог, он не занимается антропологией вообще. Он знает о работах шеллера, он их читал, он их может анализировать, но он занимается каким-то одним проблемным полем вот в этой вот антропологии. То есть таких антропологов у нас набираются там, не знаю, сотни. И эти сотни антропологов разбирают разные аспекты учения, в том числе шеллера и некоторых других мыслителей-антропологов. Сужение. Сужение проблемного поля происходит еще уже и уже и уже от общего к частному. Продвигается философия. Ну вот мы разобрали непосредственно европейскую философию, западную. Но у нас есть не только западная философия. Ну западная философия сейчас доминирует просто в мире, поэтому мы ее так подробно и рассмотрели, и по-другому просто поступить не могли. Но у нас есть еще три философских направления. Это, конечно же, исламская философия. Индийская философия. И китайская философия. Другие направления я считаю менее основательными. И, в общем-то, у нас не сохранилось тех философских школ, тех философских фундаментов, которые были заложены другими культурными, в общем-то, образованиями. Мы, например, с трудом себе представляем, какие философские воззрения были у индейцев. Причем индейцы, вероятно, были очень разнообразны. У них были разные религиозные воззрения. И какие же были философские, мы тоже с трудом себе представляем, потому что до нас не дошли тексты вот этих вот, так скажем, индейских мыслителей. Но, скорее всего, там тоже что-то было. У нас лучше всего как раз есть представление, имеется, о западной философии, о исламской философии, о индейской философии и о китайской. Теперь задается главный вопрос. По тому же принципу действуют философии ислама, Индии и Китая? По тому же принципу, что и западная или нет все-таки? Они тоже произрастают из такого некого продуктивного мышления, которое создает много концепций, а потом эти концепции складываются в тенденции, которые отбрасывают те элементы, которые меньше подходят в рамках данной тенденции, продвигаются дальше по ступеням, делая постоянные отсылки назад. Ну, то есть получается такая пирамида Маслоу, только с точки зрения уже анализа философских концепций. Либо это получается как-то по-другому. Давайте посмотрим. Исламскую философию я делю на раннюю исламскую философию, ну и позднюю. Я очень плохой исламовед, это действительно так. Деление исламской философии мне, в принципе, чуждо. Ну, то есть я с исламской философией меньше всего работал, хоть я и, в общем-то, получал образование магистрское по специальности философские традиции Востока, но я больше упор делал на Индию и Китай, конечно же. Исламская философия мне была менее интересна, ну, поэтому я вам сейчас проведу просто простое деление, и в рамках него я порассуждаю насчет того, что там внутри происходит. Ранняя исламская философия. Мы с вами как раз проходили лекцию по этой ранней исламской философии. Она, ну, не то чтобы очень разнообразна, но, наверное, в некотором роде разнообразней даже средневековой философии. В ней мы встречаем очень много различных крайностей. Там есть восточные перипатетики, калам, суфи, очень догматичные персонажи, которые, в общем-то, придерживаются стандартного ислама. Многие рассуждают о том, а что же это такое за стандартный ислам, как мы можем его разбирать. У нас есть просто колоссальное количество как концепций внутри калама, так и концепций внутри непосредственно суфийских учений. И вот это вот все новое нарастает именно в ранний период. Опять же, давайте заметим, обратим внимание на новизну. То есть здесь мы будем еще смотреть, какой прирост нового возникает на том или ином этапе, и треугольничек вот этот тоже формируется на базе новизны. То есть продуктивное мышление работает, значит, ступенька продвинулась вверх. Античная философия – очень много нового. Это прям фундамент новизны колоссальный. Раннеисламская философия – колоссальный фундамент новизны. В средневековое поменьше новизны, возрождение поменьше новизны, чем в средневековье. В новое время тоже поменьше новизны, чем возрождение. В просвещении еще меньше новизны. В 19 веке есть, конечно, вот такие вот у меня сомнения насчет этого. Ну, может, у нас получится не пирамидка, а елочка. Елочка такая, да, включающая в себя две такие пирамидки. Ну, все равно приблизительная тенденция, если вот мы возьмем и, так скажем, срежем лишние углы и посмотрим, да, действительно, получается вот так вот. Прирост именно колоссально новых знаний, каких-то таких невероятных, о, вау, а разве так можно было? Он постепенно сужается. Но в ранней исламской философии этот фундамент довольно-таки тоже большой. И мы это с вами тоже уже изучили. И колоссальное количество учений суфиев мы тоже знаем. Поздняя исламская философия. А что в ней? В ней такое же разнообразие великое, но куча новой новизны получается, куча всего невероятного, куча странного. Нет? Нет? Нет, причем проблема даже в том, что исламская философия, поздняя исламская, ну, даже современная исламская, включая, в ней появляется много различных учителей, которые опираются не просто на раннюю исламскую философию, на раннюю исламскую философию, тоже опираются, при этом исключив различные крайности вроде восточного перепатекизма и прочих вещей, которые, ну, исламистам неинтересны. Но появляются различные террористические учения, очень крайние учения, учения, которые хотят вернуть нас в прошлое, хотят сделать так, чтобы мы вернулись к временам пророка Мухаммада. И эти времена пророка Мухаммада представляются довольно-таки анахронично, примитивно. Ну, то есть, да, надо почти от всего отказаться и жить в таких примитивных условиях, в каких жил пророк Мухаммад, чтобы быть при этом верующими по-настоящему. То есть, недостаточно просто жить по некоторым положениям ислама, важно просто поместить себя в те же самые условия. И действительно, проблема поздней философии исламской, она в этом и заключается, что много таких фундаменталистических учений, которые не просто основываются на старых учениях, большинство старых учений просто исключены теперь из исламского дискурса. В исламском дискурсе много именно традиционализма. Но, правда, появляются и попытки совместить западную философию с исламской, некий исламский рационализм появляется. Ну, то есть, понимаете, если бы треугольнички эти развивались независимо друг от друга, возможно, они бы продолжали дальше треуголиться. В общем, угол становился бы острее. Но, на самом деле, появляются воздействия. И на фоне вот этих вот воздействий и философий друг на друга, как раз проблемные поля, бывает, немножко расширяются. Или очень немножко расширяются. Да. Ну и вот с поздней исламской философии происходит, с одной стороны, резкое сужение на фундаментальные такие вот позиции, а с другой стороны, некоторое расширение за счет взаимодействия западной философии и исламской. То есть, появляются исламисты, не исламисты, мусульмане, которые как раз уверяют нас, что в Западе на самом деле нет ничего плохого. Мы можем совместить нашу исламскую философию, наши исламские воззрения, нашу религию с западными некоторыми позициями. Например, с думанизмом каким-нибудь, с некоторыми политическими воззрениями. Все, что не противоречит исламу в западной философии, может и должно быть принято. Вот так сформулируем это. То есть, поздняя исламская философия, с одной стороны, она такая узкая, действительно, она уже ранней исламской философии, но есть у нее свои отличия интересные. Теперь у нас есть индийская философия. Переходим к индийской философии. И что же мы здесь видим? А, да. Все начинается с ведической философии. Веды, корпусы текстов, написанные в стихах, очень большие, невероятно колоссальные тексты. Говорить, что было в ведическом периоде философии, я не знаю, потому что это даже, наверное, не философия. В общем-то говоря, это просто базис, состоящий из фундаментальных религиозных текстов. Говорить о такой древности, ну, в общем-то, нам не приходится в данном случае. Да, ведические тексты, они сохранились, имеется определенный корпус текстов, которые так или иначе совмещаются с ведическими, есть у панишады и многое-многое-многое всего. Это действительно фундамент. Я не буду утверждать, что он намного шире. Но потом мы выходим на следующий период, и здесь появляются Шраманы. Это Шраманский период. Это период, когда возникли буддизм, джайнизм, Чарвака и многие другие философские и нефилософские религиозные школы. Это тот период, когда, в общем-то, индийская философия пережила колоссальное разнообразие различных взглядов. Чарваки, в общем-то, настаивали на материалистической картине мира. Притом, эта материалистическая картина мира в следующих, на следующих этапах была просто отброшена. И все последующие мыслители просто насмехались над представителями Чарваки. А Дживика тоже была отброшена. Тоже была такая школа интеллектуальная, околофилософская. Ну, в общем, вот, ширина. Ширина концепций, ширина новизны, ширина возможных вариантов. Их было очень невероятно, невероятное количество их было очень много. Потом у нас появляется эпоха сутр, философия сутр, так скажем, это когда уже писались сутры, когда писались конкретные тексты, писались комментарии как раз, комментарии, когда составлялись комментарии к самым, в общем-то, основополагающим текстам той или иной религии. И этот этап, он более узкий. Он действительно, он просто более узкий. У нас появляется определенное ограниченное количество школ Даршины. И также появляются школы Настики, которые, в общем-то, тоже их ограниченное количество буддизм остается, сохраняется. И джанизм сохраняется. Они отдельно вот находятся в Настике вдвоем, в таком одиночестве. Да, им очень скучно там. А есть у нас Даршины. Мы тоже их изучали, мы тоже их рассматривали. Проблемное поле тоже сужается, опять же. Что происходит потом? Уже потом проблемное поле уже внутри каждой из религий постепенно сужается. С буддизмом, конечно, история довольно-таки своеобразная. Буддизм постепенно вначале разрастается. И у него появляется очень много направлений различных. Более того, буддизм уходит в Китай. А в Китае у него появляется еще больше различных направлений, потому что продуктивное мышление, но оно вот так вот странно и интересно реагирует комбинаторно на все новое. Только вот у нас появляется в китайских философии буддизм. Сразу продуктивное мышление людей включается, они начинают комбинировать различные странные учения. Китайский буддизм, он невероятно странный, он очень интересный. Вплоть до того, что вот эти вот китайские буддисты занимаются кунг-фу, бьют друг другу мордой, чтобы достигнуть просветления. И это тоже классно, это забавно. Ну то есть того, чего не было в Индии, в общем-то реально загалывается у нас в Китае. Но не суть. Все равно постепенно уже к этапу современности буддизм тоже сужается, проблемное поле сужается, каких-то новых концепций становится все меньше. Мы не наблюдаем тех великих открытий в рамках любой из религий, в том числе и о буддизме, такого вот невероятного колоссального расширения, которое было в самом начале. Это вам не период Будды, Нагарджуны и прочих-прочих мыслителей, которые друг с другом спорили о Санге и так далее, так далее, так далее. Колоссальное количество вот этих вот мыслителей, которые были разными, которые предлагали совершенно новые решения индийских проблем. Нет, их все становится уже. Теперь проблема заключается в том, что сутры ссылаются на период шраманов, а современность ссылается на сутры. И получается вот эта вот взаимосвязь передатчиков и постепенно тенденции сужаются. И отсекаются все школы, которые так или иначе не могут выжить в рамках той или иной тенденции, к сожалению. И так вот получается, что продуктивное мышление порождает эти тенденции, которые постепенно философию сужаются. А в Китае-то что было? Давайте вспомним. Ну, в Индии, может быть, еще дальше что-то будет, какое-то развитие, мы пока тоже об этом не знаем. А что в Китае? Сто школ. Период ста школ, так и называется. Ну, плевать, что их было не сто, а шесть. Но это были шесть фундаментальных философских школ. Ну, по крайней мере, из известных. Может быть, было еще больше. Так вот, эти фундаментальные философские школы радикально отличались друг от друга. Это были конфуцианство, маизм, школа имен, легизм, даосизм и школа инь-ян. И эти учения радикально отличались друг от друга. Занимались разными проблемами. Школа имен занималась логическими проблемами, проблемами соотношения, проблемами соотношения твердого, мягкого, белого и твердого, или чего-нибудь там еще, противоположностей каких-то, что противоположности есть одно. То есть, занимались, с одной стороны, именно логической проблематикой, проблематикой теории познания и теории языка. Иньян занимались стихиями и, в общем-то, двумя сущностями вот этих вот иньян. Даосизм занимался отдельно дао. Это тоже такая своеобразная штука, своеобразный путь, который изначально, ну, не особо был связан со школой иньян, но потом они слились, конечно. Конфуцианство занималось этикой. Лигизм занимался только политической деятельностью. Вот только политика. Их интересовала только политика. Моизм занимался там всем понемногу, но в итоге сформулировал концепцию всеобщей любви. То есть очень, понимаете, шесть совершенно разных концепций. Они настолько отличаются друг от друга, что общего в них, ну, вот совсем чуть-чуть. Терминология, да, общая. Некоторые термины, которыми они, в общем-то, пытаются пользоваться, они тоже общие. Но они настолько радикально противоречат друг другу и спорят друг другу, что это кажется удивительным. Классика. В общем-то, в итоге, классики, что у нас остается? У нас отсекается легизм постепенно, потому что конфуцианство побеждает. Конфуцианский дискурс развивается дальше, включая в себя некоторые легистические концепции, позиции. А маизм тоже немного развивается, но впоследствии ему тоже вот суждено будет исчезнуть. Доусизм и школа иньян тоже сходятся. Ну, у них просто вот другого выбора уже не остается. Проблематика, в принципе, оказывается как-то вот почему-то похожа. Они решают идти вместе. Школа имен тоже уже, ну, отсутствует, в принципе. Дальше идет такая вот приставка нео, нео-китайская философия, так скажем. У нас появляется, тоже опять условно говоря, нео-даусизм с разными небольшими такими течениями и нео-конфуцианство. Многие другие учения, которые радикально отличались друг от друга, но исчезают. Они просто исчезают, их просто нет уже. Да, да, конфуцианство остается. Остается также и не только конфуцианство, остается еще и даусизм. А к ним еще добавляется в эпоху классики буддизм. Но именно в эпоху, в общем-то, нео, так скажем. Опять же, это неофициально. Не говорите слово нео, если вы разговариваете с профессионалом в данной области. Но, в общем-то, так они и называют, нео-конфуцианство. Нео-даусизм, новая эпоха, нео. Это звучит смешно, конечно. Мы здесь специально сделали так, чтобы она поместилась. Слово нео помещается в этот вот ромбик, ромбик, трапеция. А поэтому мы ее туда и дописали. Так вот, под воздействием, в том числе, буддийской философии, конечно, возникает новая ступень, некое разнообразие. Вот это вот нео-конфуцианство, которое тоже на базисе буддизма и даусизма развивается и метафизические концепции. А также у нас есть эпоха именно даусизма. Ападасизм тоже расширяется несколько. И расширяется не только даусизм, расширяется и буддизм сам по себе, нарабатываются свои новые концепции. В эпоху нео тоже можно рассматривать как своеобразный переход. Как это было в западной философии. Помните, 19 век на базе вот чужих других учений расширил сильно вот этот треугольник, и мы можем рассматривать его как елочку. То же самое с нео эпохой. Мы можем рассматривать ее как елочку. Но постепенно тоже опять все продолжает сужаться, исчезает учение, продолжает все не очень весело. Современный период это уже когда марксизмы, сталинизмы и маоизмы ворвались в китайскую культуру. Да, опять же, с запада пришли определенные учения. Как елочку это можно, наверное, рассматривать. Но проблема в том, что вот эта вот елочка отчасти заменила многие позиции, которые придерживались китайские мыслители до этого. Поэтому, опять же, можно судить о некотором сужении проблематики. Продолжаем дальше. Вопрос. Знак вопроса. А что будет дальше в китайской философии, мы, конечно, не знаем. Предположить можно, что дальше продолжится тенденциозное сужение, продолжаются будут вот эти вот увеличения частностей различных. То есть, все больше частностей и все меньше каких-то новых, очевидно, предметов, которые будут разбирать совершенно новые вещи, совершенно новыми способами или смотреть на уже существующие предметы так, как на них никто не смотрел. А постепенно вот эта вот елочка сужается. Ну, а что бы могло бы быть интересно? По сути, продуктивное мышление породило вот четыре таких треугольника. Но вот на самом деле могли бы быть какие-то потенциальные, возможные философские учения, которые вот создали бы свою культуру, свое основание, свою античную, так скажем, философию, свою раннюю философию. Ранняя философия продолжала бы сужаться и наращивать свой потенциал через другие взаимодействия с другими школами. И это могло бы быть очень сложно, сложно, сложно. И сколько таких школ могло бы быть, сколько таких культур могло бы возникнуть? Я думаю, что их могло бы быть, наверное, бесконечное количество. А как их ограничить, по сути? Продуктивное мышление порождает все новые и новые концепции. Все новые и новые взгляды на мир. Все равно идет новый поиск, идет новые какие-то мировоззренческие свои основания ищет. И в разных культурах вот именно фундаментальные вот эти вот основания, вот античная философия, шраманская философия и философия ста школ китайской, они очень сильно отличаются друг от друга. Они без взаимодействия друг с другом порождают совершенно разные системы. Когда люди говорят, что все новое, хорошо забытое, старое, они, наверное, имеют в виду, что вот у нас есть вот этот вот треугольничек, как мы видим, западной философии. И в рамках него работает и искусство западное, и не только искусство, но и философия западная работает тоже в рамках этого треугольничка. Но если мы посмотрим на всю схему в целом, вот я вам ее приблизительно начертил, тоже упрощенно довольно-таки, у нас получается, что у нас есть еще несколько, так скажем, еще несколько систем, которые развивались параллельно с западной философией. У них своя история развития, свои, в общем-то, интересные какие-то наблюдения, свои интересные основания и свои интересные доводы, что очень важно тоже. Вопрос, сразу вопрос, что вот только вот эти вот школы философские, философские направления, только западная философия, исламская, индийская, китайская могли возникнуть, или еще какие-то могли появиться? Я отвечаю, что могли появиться еще. И таких могло бы быть бесконечное множество. Определенно бесконечное, ну, по крайней мере, не бесконечное, но не ограниченное, ничем не ограниченное. То есть у нас есть, допустим, 20 культур разных, с 20 разными основаниями. То есть античная философия, шраманская философия со школ, и дальше вот по этим основаниям разрастается дальше система. И вот таких вот оснований могло бы быть тоже колоссальное количество. И эти количество, так скажем, произросли из продуктивного мышления как такового, из способности создавать что-то новое. Да, и чтобы создать что-то новое, надо вернуться в самое начало, в продуктивное мышление. Нужно спуститься по ступеням от современности к 19 веку, к просвещению, потом к новому времени, возрождению, средневековью, отрицая их. И потом даже превзойти античность, сделать шаг от античности и начать вот с самого начала, с продуктивного мышления и устремиться к созданию новой концепции. Вот тогда будет появляться что-то действительно новое. Ну, в общем-то, это, наверное, все, что я хотел вам сказать. Это итоговая лекция. Мы подвели итог по поводу всего, что мы рассмотрели. Мы снова вспомнили весь путь, который мы прошли за последние 20 с чем-то лекций. И, по-моему, это был довольно-таки интересный путь. Данное выступление, оно было полностью импровизационным, не считая вступления. То есть, ну, если что, не корите меня за формулировки. Я попытался нарисовать хорошую картинку и, как смог, вам, в общем, объяснил, как мне кажется, как работает эта философская система. Философия в целом. Философия вообще. Может быть, у вас есть какие-то свои воззрения на этот счет. Может быть, у вас какие-то аргументы на этот счет. Может быть, вы хотите что-то вот тоже предложить, придумать. Я надеюсь, что вот это вот мое видео послужит для вас определенным стимулом для размышления. Стимулом для того, чтобы предложить какие-то свои варианты решения данной проблемы. Проблемы, что такое философия, почему у нас такое большое количество философских направлений. Почему они такие разные в начале и почему они меньше различаются в конце. Как это описать, как это структурировать, как это систематизировать. Я считаю, моя система, которую я здесь предлагаю, она вполне так себе рабочая. А может быть, вы сможете придумать что-то лучшее. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо большое за то, что вы, в общем-то, смотрите меня и смотрите мои лекции. Спасибо. 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 Спасибо.